Приветствую вас на моем канале, на моем заснеженном канале. И тема сказок продолжается. Сегодня я записываю свою пятую сказку. И, естественно, как же не вспомнить, замечательную сказку «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена. И в конце своего видео я хотела бы вместе с вами поговорить, о какой бы аромат, какой бы парфюм подошел бы с «Снежной королевы». Но вначале я хотела бы просто с вами вспомнить и показать вам, какие у меня есть книги, именно с разными иллюстрациями. Этой сказки «Снежная королева». И очень бы хотелось, чтобы вы вспомнили со своими детьми и почитали, а может быть посмотрели сказку, но лучше бы, конечно, почитали эту замечательную сказку Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Мы живем в Канаде, и 12 лет назад, когда мы переехали, и мама через какое-то время моя начала высылать нам книги, какие-то старые книги, которые из моего детства, но она не прислала, у нас не было, она уже раздала эти все сказки, детские книги какие-то уже раздала. И так оказалось, что у нас не было этих сказок Ганса Христиана Андерсена, и я нашла в интернет-магазине в Оттаве и в Америке книжные магазины, и там была прекрасная цена, замечательная была доставка этих книг, и я практически все-все книги, которые я любила и хотела для своих детей, и у меня их трое, я сумела заказать, и у меня замечательная сейчас библиотека, потому что я очень хотела, и мои дети читают и пишут по-русски, несмотря на то, что у нас Данила родился в Канаде, и еще ни разу, к сожалению, не был в России, но он говорит без акцента по-русски, читает, и немножко пишет даже, вот ему 9 лет сейчас. Ну и вернемся к нашей сказке, к сказке «Снежная королева», которая является, пожалуй, самой моей любимой сказкой, потому что именно так, как чувствует, так, как описывает, так, как трактует любовь, именно чувство любви, понятие любви, прослеживается через все сказки Ганса Христиана Андерсена, именно с его трактованием понятия «любовь» я наиболее согласна, и оно мне близко. А именно, если человек любит, он желает счастья другому, он будет делать все, постарается сделать все для того, чтобы человек, которого ты любишь, был счастлив. И первая книга, которую я увидела и сразу вспомнила «Детский сад», была именно с иллюстрациями Алфеевского. Замечательное новое издание, богатая палитра, замечательная текстура обложки, она такая репленая вся, немножко блестит, как будто мокрая. Вы посмотрите, я надеюсь, камера передаст красоту. Такое, ну просто какая-то вот блаженство возникает, когда ты видишь книгу вот с такими замечательными иллюстрациями. Она как будто бы, знаете, немножко состаренная. Вы смотрите, в середине, ближе уже к изгибу, она немножко желтая, как будто бы искусственно состаренная. Посмотрите, как изображена снежная королева иллюстратором Алфеевским. И самую первую иллюстрацию, которую я увидела и сразу же вспомнила, что именно эта книга была у нас в детском саду, была вот эта вот иллюстрация, где Кай и Герта сидят вместе. И обнимаясь, розы на маленьком балкончике, в окне, когда еще все хорошо между ними, и никто не вмешивается в их мир маленький. Я думаю, что у многих из вас была эта книга. Только она была у меня не в твердом переплете, а она была в мягком переплете у нас в детском саду. И именно эту книгу читал он детский воспитатель. Это была первая книга. Итак, вторая книга появилась у меня почти сразу же, потому что это барыни или дамы конца 17-го, начала 18-го века. Замечательным иллюстратором исполнена книга Анной Власовой. Мне вообще у Власовой очень нравится. У меня, кстати, вот посмотрите, все книги у меня проставлены моими штампами. Какая снежная королева в этой сказке. Я хотела бы, чтобы вы мне написали потом в комментариях, какая именно снежная королева, в чьем исполнении вам понравилась наиболее. Потому что у меня четыре иллюстратора этой замечательной сказки представлено. И вот они вдвоем. Кай и Герта. Смотрите, как чудесно. Тоже как живые. Мне, пожалуй, Анна Власова нравится наиболее всех. Вот такая вот замечательная иллюстрация, где Герта встречается с маленькой разбойницей. Эту сказку я знаю наизусть. Я думаю, что и вы тоже. Почему? Итак, Анна Власова, снежная королева в исполнении этого иллюстратора. Иллюстратором художника. И я также приобрела для своих детей вот такую большую книгу. Здесь очень много известных и неизвестных сказок в исполнении. Ники Гольц. Тоже, кстати, я в детстве видела иллюстрации. Иллюстрации, книги с иллюстрациями этого художника. И снежная королева находится в самом-самом конце этой книги. Я сейчас вам покажу, какое это чудо. Ну, чудо просто. Посмотрите, какие нежные, нежные иллюстрации этого замечательного художника. Ника Гольц. Мне больше нравится матовая. Афсет, да, называется. Это вот бабушка. Читается легче с афсета. Но, естественно, очень дорого и красиво смотрятся ващеные листочки. Снежная королева вот такая вот в исполнении. Ники Гольц. Она ее увидела вот так, вот так вот. А еще на задней обложке, на корешке, где эти тролли несут зеркало, чтобы его разбить над городом. Посмотрите, как красиво смотрится книга. Я хотела бы показать еще пару иллюстраций. Вот где бабушка-цветочница расчесывает Герди волосы, чтобы она уснула и осталась вместе с ней. Вот так вот, как вроде бы добрая, замечательная бабушка. Тоже вроде как, что ее движет, любовь, любовь ли. Она расчесывает волосы для девочки, девочки волосы и оставляет ее у себя, привязывает ее к себе. Здесь любовь не жертвенная, а именно манипулирующая. То есть бабушка является манипулятором в этой сказке. То есть другая форма любви показана здесь. И вот еще одна чудесная, просто чудесная иллюстрация, где Герда делится своей историей с вороном, который, в свою очередь, как замечательный друг и сопереживающий горю и произошедшему с девочкой историей, помогает ей решить ее. Выйти из этой ситуации помогает ей всем, что она может. И посмотрите, какие чувства испытывает королева, помогая Герде в ее сложном решении найти, принятии решения найти Кая в ее сложном путешествии. Ну и вот Герда спасает Кая, находит его уже замороженного и своей любовью отогревает его своим сердцем горячим. Знаете, что интересно? В третьем классе мы, опять-таки, проходили уже по школьной программе с моим учителем. Я до сих пор помню этот вопрос. Кажется, мы писали уже сочинения в третьем классе, наши первые сочинения. И учитель спросила нас, был такой вопрос ей поставлен, мне просто так вот интересно, я до сих пор запомнила его. Она спросила, а как вы думаете, могла ли такая ситуация произойти с Гердой? То есть мы должны были подумать и сказать, насколько сердце Кая было готово, и насколько оно было сильно, что снежная королева смогла поцелуям и вот этими вот осколками смогла заморозить. То есть она подвергла наше мышление, подвергла сомнению, насколько Кай был силен и насколько он был стоек и мог противостоять снежной королеве, в отличие от Герды. То есть она спросила, а как вы считаете, если бы Герду, то есть попал бы этот осколок, зеркало кривого ей в сердце, смогла ли она бы противостоять вот этому вот холоду? Убила бы ее любовь вот такое вот происшествие. Ну и многие из нас, я помню, что говорили, что возможно все-таки сердце Герды было более горячим, чем, ну это мы так хотели, да, чем сердце Кая. Вот такой был замечательный у нас преподаватель, наша классная руководительница первая в третьем классе, она нас до четвертого класса вела. Ну и еще одна книга, которая является, считается, по крайней мере, лучшей признанным иллюстратором, это Науми Льюис и Кристиан Берменхам. А вот этот вот иллюстратор считается, эти два иллюстратора считаются лучшими иллюстраторами, но это хотя это всегда субъективная точка зрения, насколько я понимаю. Я думаю, что многим из вас уже эта книга знакома, эта иллюстрация, этот иллюстратор, потому что я уже видела иллюстрации к сказке «Русалочка». Опять-таки вот Ганса Кристиана Андерсона, посмотрите, как чудесно она изготовлена. Эту книгу я покупала не новую, я заказывала ее в Амазоне, но она пришла в хорошем состоянии. Это вот такая вот пленочная, как будто бы снег, да, иний, и если я открываю, вот именно за пленкой, вы увидите снежную королеву, ее высочество, ее величество, ее леденящее высочество. У меня преподаватель в школе письменности в Канаде, когда я изучала английский язык, ну, уже не изучала, а уже мы практиковались в письменности. Я принесла, подготовила тему о том, чем я увлекаюсь, принесла вот книги, вот, посмотрите, практически как фотографии. Красиво, конечно, очень исполнена книга. И она сказала, представляете, я не за что не поверю, ей примерно было, ну, где-то 55-56 лет. Она взяла эту книжку, она говорит, дай мне ее почитать. Она ее почитала, она сказала, я никогда ее не читала. Мне жалко, мне жалко таких людей, я не знаю. Здесь вообще литературу практически не читают. Вот, не знаю, я просто себе представить не могу. Я многих людей, многих соседей спрашиваю, а вы знаете эту сказку, вы знаете эту. Они знают, они знают диснеевские мультики, они не знают, что эти сказки, вы не поверите. Вы не поверите, ну, вот, вот я с вами живу, я вам рассказываю, я живу в Канаде, я разговариваю с живыми людьми, которые не знают Ганса Христиана Андерсона. И я им пересказываю эти сказки, представляете? Я даже не хочу об этом думать, не хочу представить себе, что когда-нибудь мои дети не будут знать, или мои внуки не будут знать этих сказок. Это вот такая вот, до боли, когда смотришь на эту иллюстрацию, до боли, ты чувствуешь просто этот холод, когда ребенок засыпает у ног Снежной Королевы. Такие вот чувственные иллюстрации. И вот девочка тоже, я хочу повторить, просто разными художниками, разными иллюстраторами, как изображен сюжет, изображена сцена определенная. Здесь Герта рассказывает Ворону о своей истории. Посмотрите, какое счастье на лице у девочки в ожидании встречи, в ожидании веры. Она не теряла веру ни на секунду, что найдет Каю. Красивая, правда? Напишите мне обязательно, я буду очень ждать ваших отзывов, ваших комментариев, что вы считаете по поводу этой сказки, и насколько вам понравились иллюстрации. Вот такая вот снежная королева в июле. Кажется, мне холодно стало. И вот они счастливы. Они встретились и вместе идут. Уже немножко подросшие, и счастливы, и вместе. Ну и вот, я хотела показать вам вот эти вот книги. Вообще, у меня очень много книг, которыми я хотела бы с вами поделиться. Если вам интересно, пишите, опять-таки пишите. Я буду очень рада. И вот такой вот у меня даже олень есть, посмотрите. Он из поликарбоната сделан. Такая красивая. Возможно, это он помог. Герди. Айтика. Книги я убираю. Кстати, знаете, у меня дети... Ну, так как у нас нет сейчас возможности покупать книги, заказывать их, почему-то эти онлайн-магазины закрылись. Нижние очень. Я жалею об этом. Это был сетбук. И канадский, в Канаде был магазин, назывался Агат. Агат Russian Books. И они закрылись. Они в одно время раз и закрылись. Если кто-то знает почему, напишите, пожалуйста. Это очень-очень большая вот потеря для людей, которые живут за океаном. Ну, я успела. Я успела купить то, что я хотела. Я очень этому рада. Ну и продолжим. Какие ароматы бы я выбрала для снежной королевы, для ее высочества, величества. И вот они за мной находятся. В первую очередь. Это, к сожалению, снятый аромат. Бель де опиум. Это версия Eclat. Я его даже не открываю. То есть он у меня в коробочке ставит. Вот так вот. Не знаю, зачем они вообще выпускают ароматы и потом снимают. Это так жалко. Это так вот. Ты полюбишь аромат, а они его раз и сняли. Ну и что делать? Что вот делать? Как найти такой аромат, который ты любишь? Я его немножко, чуть-чуть, брызну. Он уже, знаете, он уже давно, давно у меня. И он уже окрашивается. То есть он настолько уже богатый такой уже, уже настоявшийся. Да, вот такой красивый. Посмотрите, какая красота. Маленький совсем. 50 миллилитров. Маленькая кусочка такая. Смотрю на свои ногти совсем я без маникюра. Вы знаете почему? Я очки учусь делать. Я так давно уже в оптике работаю. Вот только-только стала учиться делать очки. Это так интересно. Но я осталась совсем без ногтей. Вот так вот отвалился колпачок. Вот, так зафиксировала. Вот, то есть аромат холодный, с розой, такой он горчит немножко. У меня все вот эти ароматы, которые я подобрала для Снежной Королевы, они, естественно, немножко с почули, с розой, они такие, немножко будет цитрусовых там добавлено, и они все-все у меня вот, в принципе, в одном настроении, как я себе представляю Снежную Королеву, она такая должна быть неприступная, холодная и весьма интеллектуальная особа. Итак, Дель Де Опиум от Ивсен Уран, замечательный аромат. К сожалению, если у кого-то есть, то храните, но будем надеяться на переиздачу. Я поврызгала вот на такую вот замечательную снежинку, и я не стала его доставать, Миднайт Пойзон. Храни его в коробке, честное слово. Миднайт Пойзон, естественно. Я думаю, многие со мной согласятся, что именно Миднайт Пойзон был бы прекрасным ароматом для Снежной Королевы. Буду нюхать так. Не буду брызгать. Это чудо, просто чудо. Он был в 2007 году выпущен. И, кстати, где еще один аромат? Вот он, Эль. А она? Ивсен Лоран. Опять-таки, 2007 год. Зачем сняли два аромата? Красивый, чудесный. Опять-таки, риторический вопрос, да? Зачем снимаете ароматы, которые мы любим? Они очень сильно, кстати, похожи. В 2007 году были выпущены оба. Вот этот. И вот этот. Этот немножко позвончен. И Эль тоже. Красивые, красивые пиончики. Мандарин вот в этом аромате есть. В этом аромате больше цветов. Здесь роза. Витивер есть. Почули здесь есть. И есть почули здесь тоже. Какие красивые. Хотя, вы знаете, я вот Пойзен поставила. Миднайт Пойзен. Но еще один аромат я не поставила. Напишите мне, какой аромат бы я из Пойзенов тоже бы отнесла бы к Снежной Королеве. Ох, Снежная Королева. Я сама как Снежная Королева. Я родилась 1 января, уже всем сказала. Пол первого ночи. Поэтому у меня все шансы были на то, чтобы стать Снежной Королевой. Этот аромат, Снежная Королева, он теплый. Вы знаете, вот этот аромат, несмотря на то, что здесь немножко хвои добавлено, он тепленький такой. Он не такой отстраненный. Но вот он на то и рассчитан, что он Снежная Королева. Вот вы знаете, вот именно чем мне нравится вся линейка Снежная Королева, у меня они все три находятся, все три есть, тем, что они, как вот производители, художники, кто создал парфюмеры, эти ароматы, они говорили о том, что именно этот аромат создан для всех типов женщин, чтобы подчеркнуть, преподнести их женственность, их обаяние, раскрыть каждую женщину отдельно, несмотря на то, что это будет один аромат и будет звучать он по-разному на каждой, на разной женщине. Тоже безумно красивая снятость, Снежная Королева опять. Вот, ну, я знаю, что, то есть, еще есть возможность его купить. Очень нравится тоже он мне. Он немножко древесный, восточный. Опять-таки, здесь есть специи, скорее всего, именно специи, немножко перца и амбры, и делает этот аромат, мед и ваниль делают его теплым. Вот, именно вот я сейчас, когда сравнила, допустим, Бель де Опиум, Миднайт Пойзон и Эль, я сразу же сравнила вот с этим ароматом, несмотря на то, что они похожи, но вот этот аромат, он теплее. Вот. И дальше по списку у нас Шанель. Шанель Куку Нуар. Ну, это совсем, конечно, это совсем будет такое. И классика. Здесь уже мускус, я чувствую, он такой вот прям загадкой. С одной стороны, классика, романтика ночи. Здесь идет лепестки роз. Это, конечно, аромат для соблазнения, не знаю. В этом аромате Снежная Королева, наверное, хотела добиться всего. И сразу. Чудесно, он такой праздничный с одной стороны. И смолы здесь есть. Он тоже, он опять-таки, вот как сеншуаз, он тоже согревающий. Вот, я три аромата вам показала, они такие леденящие, холодом отдают. И вот эти два, они теплые. Сейчас посмотрим, будем вспоминать еще другие. Я для вас еще три аромата приготовила. Но вот от этого не хочется отрываться прям. Я, кстати, дочери старшей заказала крем. Вот этот вот, этот именно нуар. У Кавкова блогера, не у Аленки. Алена Альфа, вот вспомнила. Еще давным-давно, это, наверное, в одном из первых видео я у нее увидела, она рекомендовала покупать крем для тела. У нее был, кажется, не в Мадемуазеле, а именно в пятерочке у нее, в Шанель номер 5. Она говорит, как только заканчивается, может, мне другой покупает крем. И вот я хочу вам порекомендовать, что если вам нравится какой-то аромат, или вам, наоборот, вы хотите с ним познакомиться поближе, купите крем. Крем, проникая вот в кожу, он как будто с вами, ну как, сроднится этот крем. И после душа, когда вы наносите, вы наносите его подальше, так от носика, немножко на ручки. Этот аромат, он как будто становится вашим, вашим я таким. То есть очень, очень приятно и красиво. Он будет немножко дешевле, чем сам аромат стоит. И такое знакомство, оно будет проникновенным. И я думаю, что, особенно когда еще, если вам этот уже, уже нравится аромат, и вы пользуетесь парфюмом и кремом, это как дополнение. Он уже станет вашим я. То есть вот этот аромат я дочери заказала в креме на свой день рождения. Ну, как же нам зимой без аддикта оригинального обойтись? Мне уже подсказали, что у меня не снимающий колпачок, это 2012 года был выпуск. И я, скорее всего, именно тогда его купила. Это не 2014 года. Естественно, не 2002 года, когда он был без золотого вот такого вот ободка. Он же тоже, скорее всего, у меня вот такая вот. Я потом эти все свои замечательные блотеры положу, наверное, себе. Тоже, тоже, посмотрите, уже цвет оставляет. Ой, да, ваниль. Ваниль тоже я бы его, наверное, отнесла к теплой, немножко более доброй снежной королевы. Более романтичной, чем же, чем нежели вот эти вот. Знаете, читала, что кто-то не любит этот аромат. Это вот, возможно, если, если, посмотрите, как я сразу, сразу внухиваться начинаю. Хочется вдыхать этот аромат. Хочется, вот он настолько зимой комфортный. Обязательно, обязательно познакомьтесь, если вы не знакомы, вот хоть с одним ароматом. Потому что, если вы любите парфюмерию, если вам нравится парфюмерия, эти ароматы надо знать. Они такие... Ваниль. И почули опять-таки... Я вся в блестках, вся в блестках, блистаю. И я вам уже показывала Элен от Терри Мегле. Перезаполняющий он рефилы был. У меня глаза не открываются. Ночь у нас на дворе. У нас сегодня еще вечеринка была на работе. А мне не спится. Под впечатлением вся такая. Вот. Это вот из коллекции Ornamentation. Замечательный аромат. Вот он холодный. Мне в нем чувствуется немножко мяты. И тоже вот в нем хорошо-хорошо, явно, как первой нотой, именно прослеживается жасмин. Кто любит цветочные ароматы, немножко такие отстраненные, то вот попробуйте Эльен. То есть я думаю, что... Что я советую. Он такой популярный. Древесные ноты в нем есть. И амбра. Амбра прекрасно звучит для... Для снежной королевы, я думаю. Вот такой вот замечательный Эльен, да. Она же все-таки была, я не знаю, земная, неземная женщина. Это дама. Красивый такой. Поставить. Четыре аромата у меня получаются такие холодные. И три аромата у меня получаются такие более-менее тюбленькие. И... Самый комплиментарный у меня аромат на работе. Я работала... Уже вторая у меня оптика. Которую я... На которой... То есть я... Год назад ушла... Отработала в одной оптике. Сейчас вот работаю в другой компании. И вот на этот аромат я столько получала комплиментов. Вот сколько вот одевала постоянно и от покупателей, от пациентов, да, на работе, и... И от своих сотрудников вместе, от коупокеров, да, на сотрудники. Не надо замещать русские наши слова. Такой вот. Это у меня... Это у меня вельвет орки. Ухожу. Потому что вот этот аромат с черной орхидеей. Они вот вроде как и сестры, но они разные. Вот это вот я-я. То есть оно вот мое-мое. Вот. То есть... Настолько он мне приятен. Он выпущен был через 8 лет аж после первой орхидеи вот этой черной. И они вроде как сестренки, но для меня они разные. Не знаю, для меня он... И этот аромат я повторила. У меня был сначала в 50 миллилитрах. И потом я вот этот купила большой. И потом я купила еще люмьер. Люмьер, он... Этот позвончий люмьер, он как будто тише, знаете, в нем... Он больше похож вот когда... Туалетная вода, хотя это... Это ау-де-парфюм. Вот когда вот ты сравниваешь, например, туалетную воду и парфюм... И парфюмерную воду, не парфюм, парфюмерную воду. То ты скажешь, парфюмерная вода звучит глуже, глуше и глубже. А в туалетной воде... Да, а в туалетной воде как будто бы добавлен немножко цитрус. Она как будто бы поверхностная такая, она как будто звончий. Вот если бы я сравнивала люмьер и вервет орхид просто оригинальную, то я бы сказала, что люмьер это парфюмерная вода, а вервет орхид это туалетная вода. Вот если вот так вот можно так грубо сравнить, то вот так вот они в принципе практически не отличаются. Я купила люмьер просто потому, что она была новая и естественно. Мы очень часто покупаемся, девочки, просто на оформление флаконов. Но это не очень хорошо. Вот, хотя не знаю. Что есть нехорошо, когда это приносит радость. Правильно? Вот. Ну и все, мои дорогие. Уже видео достаточно длинным получилось. Ой, болтушка я на ночь глядя, люблю поболтать. Вот. Итак, у меня получилось 4 аромата, которые именно... Снежная королева такая холодная, неприступная и, возможно, даже злая. Это Midnight, Poison, Belle de Opium, Elle от Yves Saint Laurent и Muglien, Alien. Вот эти вот у меня 4 аромата. Замороженную, злую и неприступную снежную королеву представляют. И вот эти вот 4 аромата представляют все-таки надежду на то, что снежная королева все-таки оттает и станет человеком уже. Вот. Это Coco Noir. Это Sensuous, Muglien, Estée Lauder, Tom Ford, Velvet Orchid и Addict Original. Надеюсь, вам было что посмотреть. Пишите. Буду рада вам всегда. Приятно всегда с вами общаться, знакомиться с интересными, умными людьми. Буду отвечать каждой обязательно. Найду время для каждой. Пишите, мои хорошие. Счастья вам. Приятного времяпровождения. Сейчас декабрь. Замечательное время ожидания Нового года, Рождества. Я с вами. Оставайтесь со мной, подписывайтесь. Если вам понравилось, присоединяйтесь к моему каналу. Я буду продолжать снимать видео для вас. Ставьте пальчики вверх. Я буду знать, что вам нравится. Всего доброго. Не болеть. Пока-пока.